Виктор Владимирович, а вот вы утверждаете, что современному человеку возможно жить без боли. Ну а что в принципе-то боли? Ну болит и болит, там побаливает и побаливает. Ну обезболивающее выпил, ну массаж там сделал, к мануалисту сходил. Там на какое-то время эта боль уменьшилась. Ну кто-то вообще не обращает внимания, пока гром не грянет. А вообще-то по большому счету, есть ли не какая-то настоятельная необходимость жить без боли? Обязательнейшая необходимость человека жить без боли заключается в том, что как раз-таки наша боль, которая появляется, если она появляется как острая и не переходит в фазу хронической, она является в определенной степени маркером нашего состояния текущего и предупреждающей о том, на что нужно обратить внимание. Но если эти боли начинают принимать хронический характер, то в этом смысле, конечно, я хотел бы вернуться к памяти величайшего нашего советского, российского ученого Николая Николаевича Бахина, основателя Советской школы онкологии, который в свое время очень талантливо и очень гениально заметил о том, что злоупотребление или даже частое употребление обезболивающими, в первую очередь, нестероидными противовоспалительными препаратами, не является защитой, а является прямым путем в онкологию, прямым путем в онкологические заболевания. И, кстати сказать, академик Блохин, один из первых, обратил внимание на так называемых три онко-веера, три онко-направления. Он выделил направление шеи, он выделил направление грудного отдела, и выделил направление пояснично-крестцового отдела. В этом смысле я хочу сказать о том, что и замечания по поводу вот этих всех отделов очень четко совпадают со статистикой инвалидизации человека. 35% инвалидизации нам дает шея, 10-15% нам дает грудной отдел спины, и их 60-50% или 50-60% нам дает пояснично-крестцовый отдел нашей спины, нашего позвоночника. И в этом смысле очень здорово, извините мне за такие слова, очень четкая корреляция происходит между процентами и в этом смысле онко-напряженности и онко-заболеваний головы, сосудов головного мозга, непосредственно самого мозга, страданий, связанных с онкологией киши желудка, с онкологией легких, и с онкологией желудочно-кишечного тракта в части тонкого, толстого кишечника и всего нижнего этажа. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать, уважаемые коллеги, зрители наши и слушатели, многоуважаемые, что мы с Татьяной Владимировной Картаенко разработали абсолютно новый подход в этом смысле к купированию болей в шейном отделе, в грудном отделе, в пояснично-кресцовом отделе. Мы пришли к формированию новой школы, в этом смысле нового направления в современной восстановительной медицине, которая позволяет людям самостоятельно справляться с острыми болевыми синдромами, не приводить их в состояние хроники, потому что на каждое острое состояние мы предлагаем системное воздействие на организм, с точки зрения или самостоятельной, или комбинированного понимания диагностических причин, вызывающих те или иные острые боли. И поэтому, лишний раз, пользуясь случаем, я хочу вам сказать о том, что мы приглашаем вас на наш очередной авторский, профессорский вебинар, на котором мы подробнейшим образом остановимся на этих проблемах, о которых мы сейчас, сегодня вам докладываем. Расскажем вам об особенностях воздействия на шейный отдел позвоночника, воздействия на спину, воздействия на грудной и на пояснично-кресцовый отдел. Ссылочку на наш вебинар вы легко можете найти прямо под этим видео. А сейчас я вам покажу несколько упражнений, которые замечательно купируют острое состояние в шее и купируют острое состояние в грудном и пояснично-кресцовом отделе. И помимо этого, в целом укрепляют мышечный, суставной, мышечно-сухожильный корсет вашей спины. Итак, конечно, это, во-первых, мы с вами обязательно должны понимать о том, что те острое состояние, это всегда спастические состояния, это всегда наличие спазма, это подтверждается данными нейрофизиологических исследований, это около 95% случаев. Это острое спастические состояние, поэтому настоятельно рекомендуем вам использовать нашу авторскую точку Доктор Желч. Найти ее очень легко. Между вторым и третьим пальцем вам надо провести на вашей ладони, правой или левой, лучше сделать это и на обеих руках, строго вертикальную линию вниз до пересечения с костным основанием большого пальца. До пересечения с костным основанием большого пальца. У каждого из вас ладошки разные, поэтому и к вопросу от того, что в одном случае Татьяна Владимировна показывает в одном месте, профессор Картаенко Виктор Владимирович показывает в другом месте, это связано с нашей индивидуальной, с нашим индивидуальным устройством. Итак, что мы с вами делаем? Снимаем спазмы в течение 90 секунд по часовой стрелке, по отношению к собственному телу. Если вы правша, на правой ладони, потом переходите на левую ладонь. А если вы левша, начинаете на левой ладони, потом переходите на правую ладонь. Я вам только что показал центральную антиспастическую точку под названием точка Доктор Желч. Второе воздействие, вторая манипуляция, относится к разряду нашей авторской бескислородной гимнастики и упражнение носит название Волшебный узел Будды. Значение этого упражнения заключается в центральном также механизме воздействия на весь организм части антиспастического воздействия, обезболивающего. Но в первую очередь, будет соответствовать, конечно, заявленной теме, состоянию боли в области спины и в целом. Итак, что мы для этого с вами делаем? Вот таким вот образом ставим ваши ладошки, свои ладошки. Соединяем их вот в такой вот узел. Выводим на уровень ротовой полости, на уровень рта, на расстоянии 10-15 см от рта. Глубоко вдыхаем, резко выдыхаем и, не дыша в течение 5 секунд, пытаемся разорвать узел Будды. Вдохнули, резко выдохнули. Обязательно восстанавливайте дыхание. К вопросу о регламенте использования этих методик, этих упражнений, сделайте этих два воздействия, обратите их к себе натощак каждое утро за 15-20 минут до приема еды и посмотрите, как в течение дня будет вести себя ваш организм. Если вы испытываете острые или хронические состояния, большая просьба написать нам, сформировать с нами обратную связь и рассказать, прокомментировать то, что вы получили, те ощущения, которые вы получили в течение дня после применения этих упражнений. Заранее большое спасибо и еще раз приглашаю вас, Татьяна Владимировна Картавенко, на наш авторский вебинар, посвященный проблемам боли в шее и спине. Еще раз повторяю, ссылочка под этим видео. Обязательно регистрируйтесь и приходите на наш авторский вебинар. На нем мы вместе с вами выполним целый комплекс таких упражнений. И еще вас ждет один совершенно незабываемый подарок. Пока мы это ставим интригой, регистрируйтесь и сразу же после регистрации получайте упражнение под названием «Позвоночник в невесомости». Оно позволяет разгрузить позвоночник в целом и шейный, и грудной, и поясничный отделы. Значение этого упражнения очень велико. Оно позволяет снять мышечно-связочные сухожильные блоки, препятствует появлению и развитию этих блоков. Тем самым, тем самым, подчеркиваем мы для вас, уважаемые зрители, препятствует развитию уже имеющихся протрузий и даже наличия грыж в отделах позвоночника. Не пропускайте важную для себя информацию. Вы можете жить без боли и начините этот путь с сегодняшнего дня. Ссылка на наши материалы в описании под этим видео. И еще вы ее можете найти в закрепленном комментарии. Получайте наши упражнения. Пишите о своих реакциях. Они имеют важнейшее диагностическое значение для вашей жизни в целом. И его мы обязательно обсудим на вебинаре. Регистрируйтесь и приходите. Милости просим.